А теперь мы посмотрим, перейдем к трюкам. К трюкам это нам нужно идти к товарищу, к такому, тигр-дракон, товарищ Дягилев. Постараемся продемонстрировать смысл проникновения и смысл контроля за действиями противника. Раз. Вот я блок сделал, да? Вот верхний. И уже, я думаю, куда он пошлет следующий удар. Уже контроль идет на защиту, на нейтрализацию и на атакующую следующую руку. Теперь это. И через него, на этот тигр-дракон, это товарищ Исмаилов. Так, у нас дальше фокусы. Фокусы от Исмаилова. Есть такой, СН Исмаилов, мастер единоборств. Школа гун-фу тигра-дракона. Вот это, кстати говоря, их не общая черта. Сергей Кричевский, да, черный дракон, который тео-ниндзя, пользователь, он ученик господина Дягилева. Дягилев преподает якобы какой-то тайдзы. Человек очень сильно увлекается, пытается тайдзы приделать техники других стилей, в том числе бокса. Обратите внимание, вот как работают нори, да? Вот я удар сделал, так? Теперь следующее движение. Вот идет толчок, видите? Раз. О! Довольки специфическая. Вещь. Теперь я закрутился, закрутился. Теперь правая рука, она сейчас ждет момента, когда пружина начнет в обратную сторону. Это пружина, это все. Это работа новых, это корпус и так далее. И вот она. Следующий движение. Пам! Следующий движение. Это есть гун-фу школы тигра-дракона, типа того. А он ученик некого С.Н. Исмаилова. И вот С.Н. Исмаилов как раз показывает эти трюки с разбиванием карандашей, денежной купюрой. То есть вот он показывает, да? То есть демонстрирует, как все это делается. Долго выбирает, долго примеряется. Когда уже людям надоедает, то есть он, ну, смотреть, как он примеряется, он перерубает, значит, купюру. А здесь есть видео, я покажу, как это все, этот трюк делается. Это именно трюк, это обычный, это не фокус даже. Знаете, есть фокус, а есть ловкость рук. Но вот ловкость рук, это вот как раз к этой теме относится. Главное, проверить, что целый карандаш есть, да? Я вам покажу технологию, по которой. Смотришь, теперь она стала несгибаемой. Держи, держи, карандаш. Пусти подальше. Главное, надо качить. Все, что вам нужно в момент того, когда вы разглезаете купюрой карандаш, это выпрямить палец и все. Это очень легкий сервер. Таких фокусов много, таких людей, которые демонстрируют разные фокусы. Их реально много. Перерубание может продемонстрировать каждый. Перерубание это. Но это именно фокус, поэтому я его не буду демонстрировать. Тот же Чан Ли Вун демонстрирует перерубание, ну даже не перерубание, а ломание палок, да? Ломание пальцем доски. Ну, опять же, это все не относится к энергетике. То есть, то, о чем я снимаю сейчас в видео, да? Это несколько иное. Ну, это относится к концентрации, к одной из частей, к одной части, к одной части работы с энергетикой. Ну, вот он перебивает палку. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нет. Все знают, что очень многие люди перебивают ногой, бейсбольные биты, бамбуковые палки. Это палка, которую он перебивает. Это черенок от грабель, тонюсенький, да? Ну, сколько в нем? Вот столько толщина. То есть, это несерьезно. Как вы видите, он подиагонально рубится. Это совсем хлипкая палка. Что, в общем-то, он и доказывает, переломая ее об ногу. Вот это вот вещь, кстати говоря, очень интересная, где он пытается перерубить двумя пальцами, он перерубает. Это не доска, обратите внимание. Это бумажный наличник для двери. Часто очень делают такие трюки, да? Видно, когда человека бьют палкой, и ломается конец, который просто висящий. Но вот очень часто такие вещи делают, это тоже трюки. То есть, это трюки-фокусы. Она, если ее просто впихнуть, она сломается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну, так вот, и здесь, конечно, стоит отметить, что то, что видит Чан Ли Вон, где его демонстрируют, это больше имеет отношение к традиционным боевым искусствам, несмотря на его недостаточно высокий уровень впрочем как бы я не говорю что у меня очень высокий уровень но это вот уровень начальник но вот а вот то что относится нас к телу и ниндзи да это тягилев и эсэн измаилов да это все немножко специфическая техника явно имеет отношение к совсем другому тому как люди к тому как люди представляют себе традиционные боевые искусства они якобы занимаются знаете как фильмах там с ван дамом где он там дышит руками крутит то есть концентрация там энергия у него где-то там ходит но вот так вот эти все вот это все это все не имеет никакого отношения ни к чему кроме вашего воображения хочу просто обратить внимание ваша да что часто очень те кто не имеет никакого отношения к изучению там допустим боевых искусств китайских там корейских впрочем очень часто очень любят использовать много терминологии чтобы не было у вас это путем у мужчин у них у нас правая рука это и не это левая это я поскольку это . и ну что левую руку накладывая на я накладывая на и это я значит мы и не накладываем а женщина делать наоборот понят уже сюда женщин правая и правая я а левая у них на буду я давно уже собирался показать смысл работы с энергетикой то что то что я до этого вам демонстрировал это чистой воды с фокусы я хочу просто показать да допустим почему надо заниматься боевыми искусствами именно в том варианте в котором связано с энергией да и почему это сильно отличается от того что многие люди представляют